Музыка До начала нового учебного года остаются считанные дни. Уже второй раз глава района проводит встречу с руководителями школы и других образовательных учреждений. Александр Сачков разговаривает с директорами школ о проблемах, о достижениях и о преподавании в системе образования. Вспомните каждую свою школу. Второго года или первого года и нынешнее положение школы. Наверное, это две больших разницы. И вы как директора, и как преподаватели тоже совершенно другими стали за это время. Если бы вы не стали другими, ваша жизнь бы уже по-другому распорядилась. Это приятно то, что вы пошли вперед, пошли в мир инноваций. Ту систему образования, которая в настоящее время работает, как она работает, это другой вопрос. С какой нагрузкой дети идут? Это тоже сложно. Ничего сразу идеального не бывает. Никаких систем идеальных не бывает. Но вы прекрасно понимаете, что надо было идти дальше, делать шаг вперед и по оборудованию школ, по созданию лабораторий, по компьютеризации школ. Я помню, 2002 год, это был один компьютерный класс в девятой школе только, да? А сейчас кто пожалуется на это все? Везде. И интернет везде подключен, и так? Конечно же, в первую очередь на совещание зашла речь о готовности школ к учебному году. Межведомственная комиссия побывала во всех образовательных учреждениях. Проверка учреждений закончена. И мне, наверное, как председателю комиссии, хотелось бы сказать, что из года в год появляется у руководителей учреждений и, наверное, у педколлективов какая-то такая здоровая, здоровый дух, здоровое соревнование, что хочется быть лучше. Это хорошее стремление, и мы видим, что нет на сегодня ни одного провального учреждения, где надо было бы его вытягивать. Есть вопросы, которые во многом зависят от финансирования. Это большие деньги, которые надо вложить. Но невозможно сказать, что безалаберно отработал коллектив. Если в том году мы замечания делали по отдельным учреждениям, то на сегодня мы их увидели совершенно в другом виде, совершенно в другом исполнении. Хорошо, что вы внимаете всем просьбам и всем тем заданиям, которые дают надзирающие органы, и делаете все то, что соответствует СанПинам. Я начну, наверное, немножко обзор с городских школ. Это, наверное, самый большой контингент учащихся, которые посещают именно учреждения в городе. Школы все разные. Я не могу сказать, что они однотипно выглядят. Везде свой дух. Вот заходишь в одну школу, и чувствуется, что вроде как и классы полные, и дети. Настолько светлые, настолько открываешь двери. Вот вроде в храм какой-то зашел ты светлый, и хочется там находиться. Видишь, насколько педколлектив тонко подошел, встречают, и каждый пытается рассказать, что же он с родителями сделал в этой классной комнате. Татьяна Гриднева рассказала о каждой школе. То, что удается делать педколлективам, родителям и ученикам, приятно удивляет. 1 сентября школьники придут в обновленные здания, и с новыми силами, став на класс старше, приступят к урокам. Глава района, кстати, обратился к руководителям школ с просьбой в наступающем учебном году делать акцент на патриотическом воспитании. Нам надо возвращать истоки нашего прошлого. Это родина, мать, наши истоки, наше государство, историю. Вы посмотрите, как сегодня говорят, мы с вами видим результаты по Украине, когда они переписали историю совершенно по-другому, и написали то, что они хотели бы видеть, это те, которые работали против своего народа и против государства. Вы видите, что мы получили? Что, оказывается, Германия выиграла Вторую мировую войну, и Советский Союз здесь ни при чем был. А ведь это Киев, это матерь городов русских, и Украина это есть государство-матка для России. Вопросом государственности, вопросом патриотизма, вопросом мировоззрения детей, о том, какова наша историческая сущность во всем этом, о том, какой непростой путь пройден, излагать простым человеческим языком, это доступно для детей. А когда мы их погружаем только в мир интернета, погружаем в мир компьютера, вы понимаете, что это дети, роботы становятся. Вопросы безопасности остаются приоритетными, и речь не только о празднике первого звонка. В течение всего года на контроле антитеррористические мероприятия и пожарная безопасность. За этим будут следить надзорные органы. Сегодня формат нашей встречи не позволяет мне делать обзорный такой широкий доклад, но я думаю, это еще впереди. А сегодня я хотел бы, целью поставил для себя, и задание такое мне Александр Александрович поставил, обозначить те направления, по которым необходимо сейчас в первоочередном порядке провести определенные мероприятия. И речь идет не только о первом сентября, как о первом дне знаний, когда собираются в школу все. А речь идет о ближайшем периоде, первых шагах, когда начинается новый учебный год. Слово взяли руководители надзорных учреждений. Галина Шаповалова отметила, что в целом школы готовы принять детей, но к некоторым все же есть замечания. И в первую очередь это касается надворных туалетов. В целом все школы района готовы принять детей и начать новый учебный год, но все равно есть над чем работать. Задач много уже, каждая служба и выступающие вам озвучили, да, в голову сразу это все уложиться не может. Тем более финансовых средств для их исполнения, к сожалению, тоже не всегда хватает. Поэтому прошу единственного, чтобы вопросы пожарной безопасности не оставались на остаточном принципах. Подготовка к учебному году включает не только ремонт классов и спортзалов, но и комплекс мероприятий к предстоящему отопительному сезону. Не все школы подключены к централизованному отоплению, многие, в основном сельские, обогреваются автономно. Сделав несколько замечаний по прошедшему сезону, Василий Клюев отметил, что предстоящие холода должны пройти без срывов. Вырос уровень руководителей, персонала обслуживающего, изменилось отношение к котельным. И сегодня меньше замечаний, чем в прежние годы. Необходимо в оставшееся время еще раз посмотреть запасы топлива. Мы не знаем качество теплотворности того угля, что привезли, как всегда это кот в мешке. Но будем надеяться, что уголь в этом году будет более качественный. Заготовлен уголь в тех объемах, которые были определены финансируемыми на этот год. И просьба к руководителям школ. Вы знаете, что в новом финансовом году нам необходимо до окончания топливного сезона запасы угля пополнить. Для источников отопления этой группы это прежде всего необходимо установка перед началом отопительного сезона поверенных манометров, термометров, окраска внутренних трубопроводов и, не наступая на грабли позапрошлого года, провести обучение обслуживающего персонала котельных. Эта встреча руководителей прошла в позитиве и с хорошим настроем на предстоящий год. Ведь по результатам прошлого лавинское образование сохранило свои высокие позиции в крае. Начальник управления считает хорошим результатом итоги государственных экзаменов. Мы третий год находимся в десятке лучших районов края. И в этом году мы занимаем почетное седьмое место в рейтинге края. Из 12 экзаменов, которые у нас сдаются, 10 экзаменов у нас результаты выше среднекраевого. Это очень хороший результат. Но работа педагогов продолжилась и в каникулы. В период летней оздоровительной кампании 87% от общего числа учеников было занято различными организованными формами отдыха и оздоровления. Мы выполняем все требования нашего министерства. Организуем походы, экскурсии. И уже есть итоги за два месяца июнь-июль. Наше место – 27 место. Я считаю, что это тоже неплохо. Мы отработали. Но не расслабляемся, потому что общий итог будет у нас подведен 31 августа. Потому что у нас еще в ряде образовательных учреждений работают площадки. Сейчас учителя Лобинского района готовятся к традиционной августовской конференции, которая запланирована на 28 августа. Большой педсовет пройдет и на краевом уровне. Уже известно, что его темой будет безопасное образование, безопасное детство. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова